На этой вечеринке стесняться было некого. У всех одна и та же беда – инвалидность. Но это не помешало им веселиться. В ночном клубе – дискотека для людей с ограниченными возможностями. Ее организовало общество инвалидов. Вход бесплатный. Почему-то хотелось ребятам сделать приятное, потому что не каждый может себе позволить выйти в такое место, поскольку и, ну, может, с материальной стороны, и с физической тоже. Любой другой день ребята не смогут прийти в клуб, поскольку, наверное, здоровое общество неправильно их поймет. Елена инвалидность получила 7 лет назад, после автокатастрофы. За эти годы она впервые попала в ночной клуб. Говорит, сходить одна никогда бы не решилась. Живет за городом. Из-за проблем с передвижением друзей из общества инвалидов она видит редко. Этой встречи ждала с нетерпением. Это общение, это естественно, это хорошее настроение, это осознание того, что ты не одинок. Так скажем, что можно и в нашем положении развлечься и получить массу приятных удовольствий. Танцы до упаду, коктейли на столиках и объятия влюбленных парочек. Этот вечер в клубе ничем не отличался от других. И если не знать, то и не догадаешься, что половина молодых людей едва различают контуры человеческого тела, а другая танцует, ориентируясь только на вибрацию. Комплекса неполноценности на этой дискотеке никто не испытывал. Вечеринка в клубе была закрытой. Ее нужно сделать открытой. Хотелось бы, чтобы как можно больше еще было здоровых людей, чтобы у них формировалось отношение к нам, как к нормальным людям. На дискотеку пришло около ста человек, но это далеко не все люди с ограниченными возможностями, живущие в Саратове. Организаторы планируют сделать такие клубные вечеринки традицией и надеются, что количество их участников будет увеличиваться. Елена Гришина, Александр Кравченко. Новости Телеобъектив.